У городской службы занятости начались ежегодные выездные мероприятия в пригородные населенные пункты. Сегодня день открытых дверей состоялся в поселке Тулагина. Репортаж Ивана Подойницына. Подобные мероприятия организовываются, чтобы проконсультировать сельское население по вопросам профессионального обучения и осведомить его об открытых вакансиях. На сегодня в базе их около пяти тысяч, но предложения на постоянное трудоустройство в селе почти нет, собственно, как и временных. В таком случае у соискателей остается немного альтернатив, кроме как подобрать себе место в ближайших населенных пунктах. В данном случае это Сардах, Марха, Жатай, а также все, что в доступности маршрута автобуса из Тулагина до Якутского автовокзала. На сегодня, например, ИП Захарова подает заявку на фасовщика, разнорабочего и продавца. Это работа постоянного характера. Непостоянные, это у нас требуется разнорабочая управляющая компания. Помимо этого, соискатели консультируют по вопросам организации самозанятости. Но готово ли сельское население к таким инициативам? Особенно работникам, разнорабочим, ну в таких работах работал. Или водителям тогда работал. Сейчас нет. Ищу другую работу. Советую, открою там свое индивидуальное предприятие, говорят. Ну не знаю, пока еще не определилось. Там планы были, да. Но это, вместе сбудется или нет, пока еще не знаю. Ну посмотрим. Проблема безработицы, по словам администрации Наслега, обусловлена отсутствием производства и промышленности. Большинство рабочих мест в бюджетных организациях, которых в Тулагина 15. Поэтому половина населения работает в Наслеге, половина в городе. Но помимо этого есть также не больше десятка мелких предпринимателей, содержащих в основном магазины и около десятка крестьянско-фермерских угодий. Местное же молоко доезжает даже до города на экспорт. Отчасти проблема также и в том, что само население не стремится вставать на учет в центр занятости, константирует специалист. Если у нас в Наслеге 4,5 тысячи где-то населения, то за год у нас в центр занятости проходит более 50 человек. Из 50 человек трудоустраивается где-то порядка 20. Также у нас совместно с центром занятости существует программа социальной поддержки занятости населения, по которой мы работаем. В год мы порядка 15-16 человек трудоустраиваем на общественных работах, это временное трудоустройство. Одна из возможных перспектив у нетрудоустроенного населения – это строящийся поблизости Конголасский индустриальный парк. Но готов ли народ профессионально к требованиям будущего рынка, остается открытым вопросом. Иван Подоницын, Владимир Павлов, НБК Саха, Якутск.